Вот сейчас очень хорошо. Работаем, работаем, не отвлекаемся. Ускорились, ускорились, до линии доезжаем до фиолетовой. До линии доезжаем, скорее, скорее, скорее. И вот сейчас, приготовились, присел. Оп, позже, чуть-чуть позже, до кнопки опять не доехал. Три прыжка из этой всей линии мы засчитаем. Остается семь. Ладно, пока Павел проводит свои тренировки, я расскажу вам о том, что сегодня будем делать. Сегодня у нас, я не знал, что снять, поэтому я открыл свой ютуб-канал, посмотрел комментарий и заметил, что не снимал недавно то, что вы просили. Так, у нас на повестке дня на сегодня это обучалочка. Обучалочка у нас не на роликах. Как видите, я подготовился, я взял самокат, поэтому она именно на самокате. Блин, это такая специфическая, конечно, обучалка будет, потому что написали, научи, как правильно, точнее, покажи, как правильно заезжать на фигуры. То есть, получается, наша задача сегодня вот такие вот высоченные фигуры. Так вот, я стою, она выше меня. Плюс у нас идёт вот такие горки. Ну, и само собой, на закуску. Самая высокая, это наша разгонка перед поролоновой ямой. Это вон та вот, горка. Вот она огромная. Я покажу, как можно подняться по ней, разумеется. Ну что, начнём сейчас с цифону самокатеров, которые мне помогут в данном съёмке и монтаже, я так сказать, изготовлении трюков. Ну, начнём показывать, как это всё должно у нас выполняться и делаться. Если б тебя спросили, как правильно подниматься на фигуры на самокате, что б ты ответил? Залезайте просто. Ну как? Чисто вот так вот. Короче, он улетел, непонятно куда засочён на горку. Давай, съезжай оттуда. Так, да идущи, наверное, вставай. Еду. Так, ну тут мы имеем дело, конечно, с профессионалом своего уровня, так сказать, класса по самокату. Сейчас будем саморазбирать, как это всё происходит. Так, тормози. Ладно, ты на уровне на высоком разъехал, согласен. Что делать, если ты будешь вот там вот внизу находиться, и у тебя не будет скорость, и как надо заехать будет? Как ты так посоветуешь юным райдерам, которые только начинают это делать? В общем, он рекомендует раскататься в разные стороны, тем самым набрать скорость для максимального удобства, чтобы залететь наверх. Правильно? Да. Всё, бросавчик, лучше. В общем, если транспорт залетел наверх, а вы без него, давай, как надо разбегаться? Так. Ну, если у вас с физухой всё хорошо, то вы, само собой, можете подтянуться, правильно? Да. Всё. То есть тут? Потому что тут максимальные спецэффекты у нас пошли. Он разошёлся во все тяжкие. О, а саму-то тяжко, тяжко, да? Ха-ха-ха. В общем, с этим понятно. То есть можно закинуть самокат, подняться без него пешком. Ну, скорость если есть, то само собой залетите. Мы разобрали то, что можно разогнаться со стороны в сторону. Это так. Ну, если вдруг нет напарника, не можете, ну, типа, и не хотите закидывать транспорт, вам его жалко. Ну, типа, новый самокат, там все дела. И вам жалко, можно всегда подняться вместе с ним. Сейчас я, ладно, продемонстрирую в собственном исполнении этот данный элемент. Сейчас возьму самокат. Блин, подождите. Всё, самокат у меня в руке. Сейчас я положу камеру вот сюда и покажу, как это делается. В общем, как это должно выглядеть. Самокат не держим под ногами, ну, между ног, во время забега вместе с ним. Потому что, когда бежите, ноги двигаются, и можно самокатом ударить себе самому по косточкам. Поэтому убираем его в сторону и забегаем. Выглядит вот так. И вот я оказался наверху к фигуре. В целом, это здесь фигура. Здесь мы с вами разработали. Понятно, как это просто... Теперь мы передвинемся к более высоким. То есть, повыше фигуре, где немного сложнее подняться. И покажу, как это делается тоже там. В общем, в этой попытке он что-то засал крутить. А предыдущий, он слишком рано начал крутить градус. Он пытается бэкфлип 3060, ну, либо корк 7020, кому как больше нравится назвать его. В общем, надо плавно вылететь. После чего, ну, типа, закрутить флип, после чего начинает скрутить, сыграться. У него до этого было... Он слишком рано крутился, а сейчас он вообще засал. Что, вылазь? А то у меня идет более обучалка сегодня на подъем, на фигуры. Сейчас возьмем его в роли подопытного. Он будет подниматься вот туда, вот на эту горку. На эту горку у всех есть проблемы с подъемом. То есть, туда заехать вообще, ну, типа, очень сложно. Туда всегда приходится ехать и забегать. Вот наподобие того, что изначально сегодня показывал, как я забегал. Сейчас покажем, как на эту горку это происходит. Ну, вы, грубо говоря, поняли, да? Он поехал, остановился, то скорость самоката, то есть, она уменьшилась. И после чего он просто убрал самокат вбок и забежал на нее. В целом, вот так-то и выглядит. В общем, друзья, самое-самое-самое топовое во всех катаниях, это когда есть друзья в коллективе. Всегда все идет, тренировка лучше, коллектив тебя поддерживает. И трюки сами летят сами за собой. Поэтому, если вас очень много, то на вот эту горку вообще подняться максимально элементарно. Потому что можно создать живую лестницу, которую придумал Павел. Сейчас я вам ее покажу. Так, смотри, ты сейчас подниматься будешь. Давай, давай, давай. это самая жесть наверное то есть можно без самоката смело подняться на такую высоту если набрали по народу больше то скорее всего можно и на эту забирать будет возможно если вскоре может мы это тоже сделать вот сейчас было неплохо вполне так не докрутил малясь градус но было неплохо не в общем мы с вами проработали самую крупную горку самую маленькую теперь перейдем средний непоочередно пошли в общем вот эта горка мы всегда с ребятами с малышами ну и на ролик тоже мы учимся вот эту горку брать то есть сложность в ней это вот маленький фанбокс на нем сложно вкатить так чтобы сюда просто можно было прям заехать поэтому тоже иногда забегаем либо чуть-чуть заедем либо как всегда помощь друга так ладно друг нам помог теперь как справляемся сами делаем больше такие же движения в основном забегаем как есть либо хорошенько надо вкатить и тем самым я тоже оказываюсь наверху просто все зависит от вас ребят бежать всегда легко успеем лучше в идеале всегда заехать самому без помощи без кого-либо если вам было полезно это видео или смешное хотя бы то напишите об этом комментарии не забывайте пальцы вверх вы помогите мне поднять видос на так сказать в рейтингах ну и само собой подписка если не подписаны я и буду снимать дальше какую бы вы хотели обучалку ну или на чем чтобы я обучалку он заснял я готов даже на бэм сесть немножко прокатиться я всегда за любой кипиш могут может даже самых попробовать чем сделать в целом на этом все ребят всем удачи я погнал дальше